Всем привет! Вы на канале Скрипник Фото. В сегодняшних фото новостях. Новая 85-ка от Canon, камера DJI Osmo Action, самые продаваемые беззеркалки в США и Японии, прошивки от Nikon и кое-что еще. Усаживаемся или укладываемся поудобнее. Поехали! Начнем с подтверждения слухов недельной давности, которые так и оказались реальностью. На прошлой неделе компания Canon открыла предзаказ на объективы Canon RF 85mm f1.2L USM. Главная особенность этой линзы – оптика Blue Spectrum Refractive, которая значительно снижает хроматические аберрации, типичные для объективов с большой апертурой. Оптический элемент BR вставлен в линзу между вогнутыми и выпуклыми линзами и преломляет синий свет. Это учитывает сходимость всей длины волны света к одной точке, что приводит к более высокому качеству изображения от центра к краям изображения. Эта оптическая технология была впервые представлена еще в 35-ке для зеркалок. Ну а в беззеркальной линейке 85-ка стала первой. В дополнение к BR элементу объектив также имеет один элемент UD, асферический элемент и покрытие Air Sphere Coating. Как и другие беззеркальные объективы от Canon, в дополнение к фокусировочному кольцу 85-ка имеет и настраиваемое кольцо управления, которое позволяет пользователю регулировать компенсацию экспозиции, выдержку, диафрагму или ISO. Ну и конечно же все упаковано в пылевлагозащитный корпус. По остальным параметрам минимальная диафрагма F16, угол обзора 28 градусов, минимальное расстояние фокусировки 85 сантиметров, оптический дизайн 13 элементов в 9 группах, 9 закругленных лепестков диафрагмы, диаметр фильтра 82 миллиметра, вес 1195 грамм. Объектив поступит в продажу в июне этого года по цене 2699 долларов США, ну а предзаказы уже открыты. Ну что тут скажешь, объектив просто роскошный. Да и вообще вся линейка RF у Canon замечательная. Недавно щупал несколько объективов, могу сказать одно, качество просто роскошное. Браво! Ну вот политика цен, что Canon, что и Nikon меня конечно же расстраивает. Все мы профики понимаем, что постепенно надо продавать свои зеркальные линзы и переходить на беззеркальные. Но, уважаемые производители, зачем же вы делаете новые объективы настолько дороже, усложняя нам всем переход. По моему мнению, цены на объективы должны быть одинаковые. Тогда и мы быстрее перейдем на новую систему и вы, производители, конечно же, заработаете тоже побольше. Ну а на сегодня мы имеем следующие цены. 2700 долларов за беззеркальный объектив 85 1.2 от Canon против 1800 за зеркальный вариант. Звучит, в общем, не очень радужно для нас. Продолжая тему слухов прошлой недели, перейдем к экшн-камере от DJI. Ну, так сказать, понеслась. Если две недели назад мы имели только нескольких хиленьких утечек и множество предположений, то на прошедшей неделе информации появилось очень много. Во-первых, DJI официально объявили о премьере нового продукта 15 мая. Во-вторых, в сети появилась масса новых фотографий. Как вы видите, в принципе, все, о чем мы говорили на прошлой неделе, было правдивой информацией. Появилось лишь несколько уточнений. Первое. Название камеры будет DJI Osmo Action. Второе. Камера будет иметь 12-мегапиксельный CMOS сенсор Sony IMX377. Третье. На камере будет установлен процессор обработки изображений Ambarella H2. Четвертое. Угол обзора составит 145 градусов, а диафрагма f2.8. Пятое. Скорость затвора от 1.8 тысячной до 120 секунд. Шестое. Максимальное качество видео 4К 60 кадров в секунду с возможностью 8-кратного замедления движения. Поддержка режимов HDR и автоматическая съемка таймлапс. Седьмое. Режимы съемки. Одиночная, непрерывная, обратный отсчет, многократная и непрерывная и интервальная съемка. По предполагаемым параметрам я не понял только про 8-кратное замедление. Это в 4К будет возможно 8-кратное замедление или нет? Если так, то это 4К 240 кадров в секунду. Очень круто. Ну а если это про Full HD, то тогда ничего выдающегося. Ждем 15 мая. Компания CoSino представила полнокадровый объектив Nocton Classic 35mm f1.4-2 SC-VM. Это мануальный объектив для камер с креплением Leica M, являющийся улучшенной версией предыдущей модели. Объектив будет доступен в двух вариантах, различающихся просветляющим покрытием. Single Coating SC и Multiple Coating MC. Технические характеристики объектива. Фокусное расстояние 35 мм. Угол обзора 63 градуса. Максимальная диафрагма f1.4. Минимальная диафрагма f16. Оптическая схема 8 элементов в 6 группах. Количество лепестков диафрагмы 10 штук. Минимальное расстояние фокусировки 70 см. Посадочный диаметр фильтра 43 мм. Масса 189 грамм. Рекомендованная розничная цена в Японии составит примерно 670 долларов. Продажи начнутся в июне этого года. Появилась первая информация и фотографии еще не объявленного автофокусного полнокадрового объектива Samyang AF 45 мм f1.8 FE для Bayonetta Sony E. Фокусное расстояние 45 мм. Оптическая конструкция 7 элементов в 6 группах. Диапазон диафрагмы от 1,8 до 22. Покрытие Ultra Multi Coating. Количество лепестков диафрагмы 9 штук. Минимальное расстояние фокусировки 45 см. Размер фильтра 49 мм. Вес 162 грамма. Ориентировочная цена 399 долларов США. Интересные данные по самым продаваемым беззеркальным камерам были опубликованы на прошлой неделе. Информация представлена по рынку Японии за апрель 2019 года и по рынку США на начало мая 2019 года. Как вы можете видеть, в Японии самой продаваемой камерой является Sony Alpha 6400. В остальном все понятно и логично. Ну и в целом лидером является Sony с 4 камерами в топ 10. У Canon в список попало 3 камеры. И по одной от Nikon, Fuji и Ricoh. А вот рынок США меня очень-очень удивил. Во-первых, самой продаваемой камерой является Canon EOS M50. Также камера занимает и 10 место просто с другим комплектом поставки. А все остальные 8 мест забрала Sony ни одной камеры от Nikon или Fuji или кого-либо еще. В общем, есть над чем задуматься компаниям. И без слов понятно, на кого стоит равняться. Компания Nikon выпустила обновления прошивки для своих камер D850, D5600 и D7500, в которых добавлены новые и улучшенные функции. В том числе прямое подключение по Wi-Fi. Функция уже присутствующая в полнокадровых беззеркальных камерах Nikon Z6 и Nikon Z7. Версия прошивки 1.10 для всех трех камер теперь поддерживает прямое подключение по Wi-Fi для устройств, работающих под управлением Snapbridge 2.5.4. Внутри системы меню, каждая из трех камер, теперь есть новая опция установить соединение Wi-Fi. С этой прошивкой камеры D850, D5600 и D7500 смогут подключаться к смартфонам и планшетам, а также сторонним приложениям дистанционного управления. Помимо новых возможностей Wi-Fi, Nikon также внесла правки в проблемные места. На D850 исправили проблему, из-за которой камера с трудом фокусировалась на объектах у края кадра. На D5600 решили проблему с Touch-FN, а в D7500 исправили проблему кольца режимов и скрытую проблему, которая могла возникнуть при увеличении и уменьшении во время видеосъемки в режиме реального времени. Венюс Оптикс открыли предзаказ на новый макрообъектив Laowa 100 мм f2.8 Ultra Macro APO. Объектив доступен для байонетов Canon EF, Nikon F и Sony FE по цене 449 долларов США. Плохая новость для любителей пленочной фотографии. 9 мая корпорация Fujifilm объявила, что цена на фотопленку в Японии будет изменена с 1 июня. Хотя конкретная цена не указана, но ожидается, что она будет повышена более чем на 30%. В качестве причин пересмотра цен компания приводит высокие затраты на логистику и рост цен на некоторые виды сырья. Компания Nikon не отстает от Canon и также готовится выпустить в этом месяце новый объектив для беззеркалок Nikkor Z 85 мм f1.8s. Пока точная дата старта продаж и цена неизвестны. Компания Canon зарегистрировала новую камеру с 32-мегапиксельной кроп-матрицей. Код модели DS126801. Ожидается, что эта камера будет объявлена в ближайшие 3-4 месяца. Скорее всего в четвертом квартале 2019 года. На сегодня известно, что это будет цифровая зеркальная фотокамера с Wi-Fi и Bluetooth, аккумулятором LP-E6N и максимальным размером изображения 6960 на 4640 пикселей. Судя по всему, это будет либо Canon 90D, либо Canon 7D Mark III. Близится большой день для никонистов. 16 мая компания представит новую прошивку для Z6 и Z7 с функцией автофокуса по глазам. Но появился слух, что прошивка также улучшит автофокусировку при недостаточном освещении. Осталось ждать всего три дня, вот и увидим, чего они там наулучшали. Компания VACOM расширила свою линейку планшетов, выпустив новую модель Intuos Pro Small. Эта модель предлагает профессионалам менее дорогую и более прототивную альтернативу. Комплект поставки включает в себя сам планшет и перо VACOM PRO 2. Цена составит 250 долларов США. Для сравнения, Intuos Pro Medium стоит 380 долларов, а Large стоит 500 долларов. И, кстати, это не реклама, но мы сами используем Intuos Pro Medium. И могу вам сказать, инструмент очень классный. Всем рекомендуем. А на сегодня у меня все. Если вам понравилось это видео, то, конечно же, ставим лайк, делимся, подписываемся на канал, жмем на колокольчики и пишем свои интересные комментарии. Всегда все читаю и всем отвечаю. Желаю всем продуктивной и насыщенной неделе. Пока!